Как отличить Клода Моне от Эдуарда Мане? Кажется, что это абсолютно невозможно. Они жили в одно время в Париже, были друзьями, работали в одном стиле – импрессионизме. У них обоих есть картина «Завтрак на траве». Но есть несколько приемов, по которым с вероятностью 90% можно быть уверенным. Перед тобой работа именно Клода или Эдуарда. Во-первых, не путайте их имена. Клод Моне через О, а Эдуард Мане. Повторите это вслух пять раз, чтобы запомнить наверняка. Итак, Клод Мане – сын бокалейщика. Он должен был продолжать дело отца, но школу ненавидел и в школе рисовал карикатуры на друзей и учителей. В молодости в Париже он поступил в студию Глэйра и там познакомился с будущими импрессионистами – Ренуаром, Сислеем, Байзелем. Именно картина Клода Мане – впечатление «Восход солнца» даст потом название всему их направлению. Мане создавал в основном светлые пейзажи в пастельных тонах. Даже если на картинах есть люди, они беззаботны и себе на уме. Его картины написаны мазками, отчего контуры нечеткие. Мане считал, что художник должен работать только на пленэре, то есть не в студии, а на свежем воздухе. Ведь природа изменяется каждую секунду. Облако закрывает солнце и перед глазами уже совсем другой пейзаж. Или поднимается ветер и все уже снова выглядит иначе. Поэтому у художника нет времени смешивать краски и аккуратно переносить их на холст. Писать надо быстро, надо быстро накладывать мазки чистой краски, не заботясь о деталях, а передавая общее впечатление. И вот эта приблизительность приводила всех критиков просто в бешенство. Потому что до этого художники создавали картины в мастерской, рисовали наброски, продумывали колорит, композицию, выделяли теневую моделировку, мучили по 100-500 часов моделей, чтобы все было правильно, красиво с академической точки зрения. Но у импрессионистов были совсем другие принципы. Клода часто позировала его жена Камила. На картине «Женщины в саду» он изобразил ее 4 раза. А в его известной картине «Завтрак на траве», которую он писал после Эдуарда, тоже везде Камила. А для изображения мужчин позировал его друг, художник Базель. В этой картине Мане нескольких героев повернул спиной к зрителю, что было просто недопустимо в то время. Почтенную публику импрессионисты раздражали. Вот что писал один критик. Пять или шесть душевнобольных, среди которых даже одна женщина, объединились, чтобы выставить свои работы. Многие лопаются от смеха перед этими картинами. У меня же сжимается сердце. Эти так называемые художники именуют себя импрессионистами. Они хватают холст, краски и кисти, делают несколько случайных мазков и ставят внизу своими. Они напоминают мне умалишенных, которые собирают на долге камни, воображая, что это бриллианты. Импрессионисты размывали очертания сильнее, чем кто-либо из предыдущих художников. Они понимали, что человеческий глаз это суперинструмент, и стоит дать ему намек, и воображение зрителя построит цельную форму само. Их картины надо смотреть не уткнувшись носом в полотно, так и реально можно решить, что они сумасшедшие. Нужно встать на расстоянии, несколько шагов, и все эти мазки обретут форму. На закате лет Клод Моне переехал в Живерни, предместье недалеко от Парижа. Там он разбил сад с прудом и создал серию кувшинки. Около 250 работ, изображающие кувшинки. Еще у него есть несколько известных серий. Это, например, Руанский собор. Он писал его в разное время, при разной погоде. Или вот еще стога сена. Здесь как раз он тоже передает свое впечатление от увиденного. Это были картины Клода Моне. А теперь мы с вами поговорим про Эдуарда Моне. Итак, Моне сын юриста и должен был тоже пойти по стопам отца, но выбрал живопись. У Моне совсем другое творчество, нежели у Клода Моне. Эдуард Моне – провокатник. Он оказал огромное влияние на импрессионистское движение в искусстве. Его называют отцом импрессиониста. Но его творчество намного многограннее, чем просто импрессионизм. Он сохраняет ясность рисунка, не отказывается от черных тонов, предпочитает не пейзаж, а бытовой сюжет с социально-психологической подосновой. Если Эдуард Моне пишет пейзаж, то в нем будут люди. Он вообще любил изображать людей. При этом его палитра обычно насыщенная. У него объемные сцены, порой даже с очень сложной композицией. И контуры в большинстве работ все-таки четкие. У него есть несколько скандальных полотен. Самое раннее – «Завтрак на траве», где кавалеры в обществе обнаженных дам сидят, и эти дамы отнюдь не мифологические богини, а вполне себе реальные женщины. Олимпия – следующая работа. Куртизанка. Она нагло смотрит на зрителя. И вы представляете, в приличном обществе это было абсолютно недопустимо. Какая проститутка? Мы никаких проституток не знаем. У нас тут семейные ценности. Ведь кто ходил на выставки? Всякие богачи парижские. Элита. Было столько шума, его так критиковали за эти работы, что он даже на некоторое время уехал в Испанию, чтобы как-то это все улеглось. Ну и после возвращения официальный салон не принимал его работы. Но он не сдавался, он продолжал трудиться и создал свои картины, такие как «Балкон», «Расстрел императора Максимилиана», «Завтрак в мастерской». Популярности, кстати, добилась его «Кружка пива». Вот так бывает. Ее размножили на репродукции. И последней работой Эдуарда Мане стала картина просто невероятная и очень интересная «Бар Фолибержер». Вот это общая информация о картинах, о творчестве этих художников. Согласитесь, по смыслу они абсолютно разные. Но есть исключения, когда их действительно можно перепутать. Например, вот этот портрет Камилы. Мы бы отнесли ее к творчеству Эдуарда Мане. Но нет, это написал Клод Мане, это его первая жена. Вот такие спорные произведения есть. Сейчас покажу еще четыре работы, и осторожно, это «Крышеснос». «Большой канал Венеции» Клода Мане. А вот это «Большой канал Венеции» Эдуарда Мане. Похоже. Но все равно у Эдуарда есть люди. Видите, на картине человек, а у Клода нет. И как бы у Клода кажется все более размыто все равно. Или вот. Во время Всемирной выставки 1878 года в Париже оба художника посмотрели из окон своего дома на улицу. И что увидели? У Мане буйство красок, куча народу, какая-то единая масса, которая просто в одном едином потоке стремится по улице. А вот Эдуард. Флаги, да. Но есть люди. И главное, на дороге покалеченной, возможно, войной, которой была семь лет назад, мужчина. И праздник уже перестает быть таким веселым. Кстати, Клод и Эдуард дружили. Клод часто просил взаймы у Эдуарда денег, и тот никогда не отказывал. А после смерти Эдуарда один американец хотел купить себе Олимпию. И Клод Мане тогда забросил на полгода живопись и собирал деньги, чтобы выкупить картину и передать ее в дар Франции. У него получилось. Вот такие художники. Разные по творчеству, но близкие по духу. И грубая бездушная формула Мане — это пятна, а Мане — это люди, в целом работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова